В эфире самая фантастическая среди научных... Самая научная среди фантастических рубрик программы Галилео, которая называется «Как правильно эксперименты». Первый эксперимент, слава богу, прошел без последствий. Друзья, сейчас я буду на ваших глазах, как я люблю, вот этими руками и вот этой головой, но не всей, создавать машину времени. Вот, смотрите, казалось бы, обыкновенный аппарат, просто аппарат. Взял у дедушки, у него таких много. У него целая промышленная установка. Так вот, смотрите, значит, из пипеточки капают капельки вниз в блюдце. Казалось бы, что тут может быть интересного? А то, что я сейчас с помощью волшебной лампы Алладина, да, и с помощью лампы Алладина капли будут медленно подниматься из этой пиалы и обратно входить в пипетку. Проверим? Легко. Итак, запускаем лампу Алладина. Сегодня она работает именно так. И, чтобы убедиться в том, что я говорю правду, давайте немножко убавим свет в студии. Итак, убавляем свет в студии. И мы с вами видим, что капли сначала капают вниз. А теперь, увеличив частоту лампы Алладина, капли остановились. А если еще увеличить частоту, они начинают двигаться вверх. И исчезают в пипетке. Ну вот, друзья, регулируя частоту нашей лампы, а именно стробоскопа, мы можем добиться того, что капли медленно, но верно поднимаются и исчезают в этой пипетке. Поднимаются и исчезают в пипетке. Поднимаются капли и исчезают в этой пипетке. Вот она пошла-пошла, оп, исчезла. Вот она очередная пошла-пошла-пошла-пошла-пошла-пошла, оп, исчезла. А все почему, друзья? Потому что мы с вами изменили течение времени. Мы развернули время вспять. На самом деле, друзья, это все, конечно, видеообман. И никакого изменения течения времени нет. Включайте свет, друзья, и все я вам сейчас объясню. Благодаря тому, что наш глаз с вами обладает уникальным свойством запоминать на некоторое время то, что он видел, мы с вами, во-первых, можем смотреть кино. Потому что кадр от кадра, в принципе, достаточно серьезно отличается, особенно в быстрых сценах. Но мы с вами не видим этого отличия, потому что мы имеем некую инертность нашего зрения. Во-вторых, в данном случае мы с вами видим не то, как капли поднимаются вверх, а мы с вами видим разные фазы падения капель вниз, благодаря вот этому стробоскопу. Собственно, что делает стробоскоп? Вот смотрите, например, капелька падает вниз, и стробоскоп в это время зажег свою лампу. Мы видим, что капля находится здесь. Когда стробоскоп выключается, следующая капля подлетает к этому месту, и стробоскоп включается, недаром мы искали нужную частоту, именно в тот момент, когда капля немножко не долетела до этого места, где была предыдущая капля. И получается, что, включившись опять, мы видим, как будто капля сдвинулась вверх. А на самом деле это уже другая капля, которая немножко не долетела до этого самого места. Понимаете? И так как капля от капли ничем не отличается, создается ощущение, что одна и та же капля начинает движение вверх. Кстати, многие из вас подобное движение наверняка видели, когда смотрели по телевизору, как вращается пропеллер вертолета. Дело в том, что камера снимает 50 кадров в секунду, и иногда мы видим, что вертолет раскручивает свой пропеллер, он раскручивает, раскручивает, вручье, через какое-то время мы видим, что он как будто останавливается, и начинает крутиться в обратном направлении. Это тот же самый эффект. Просто камера вырывает для вас определенные фазы вращения этого винта, и суммируя эти фазы вращения, наш глаз уже подразумевает, что вращение на самом деле происходит в обратную сторону, или оно вообще останавливается. Вот таким вот образом, друзья, мы с вами и увидели, как капли могут подниматься вверх. Но! Это все, конечно, теория. Главное это применение вот этого замечательного прибора на практике. Сейчас я с помощью этого стробоскопа попытаюсь в обратную сторону запустить мировой кризис. Поехали! Главное только найти чистоту.